Привет, красотки! Сегодня поговорим о Фаберлик. Скопилось много-много пустых баночек. Если ты хочешь услышать достоверные отзывы, оставайся со мной до конца. Пройдемся по маскам. Первая из них – Реноваж. Это возрастная линейка, по-моему, она идет у нас 45 или даже 55+. Досталась она мне в распродаже по срокам годности. И что я могу вам о ней сказать? У нее кремовая текстура, довольно плотная и очень питательная. При нанесении на кожу впитывается довольно долго. Остается на коже минут 10-15. Вы чувствуете, что у вас какая-то плотная субстанция кремовая. Наносить ее нужно не тонким слоем, как некоторые ночные маски, а чтобы было видно, что у вас маска на лице. Тогда она действительно хорошо работает. Маска ночная и заявлена она как регенерирующая. Насколько она выполняет свои функции, мне сказать тяжело, потому что она не для моей возрастной категории. Взяла ее исключительно, потому что она была за копейки. Но кожа после нее становится мягкой, кожа после нее напитанная, жирной пленки она не создает, липкости никакой не вызывает. Поэтому вот как бы сравните, да, две руки. Я могу поставить ей 5 с плюсом из 5. Питает кожу она хорошо. А что нужно возрастной коже? Увлажнение и хорошее питание. Поэтому, девчонки, если будет на распродажах, или у вас возраст, который заявлен в этой линейке Фаберлик, Реноваж, то берите смело, она действительно работает. Артикул ее 0790. Она довольно экономичная за счет своей густоты. Баночка красивая, поэтому, в принципе, к маске никаких нареканий советую. Маска из линейки Пролексир. Это уже маска для молодой кожи 30+. И это гель. Гель двойного действия, увлажнения и питания. 75 мл. Артикул 0724. Что могу сказать про эту маску? Хорошая, пахнет потрясающе. Кожу увлажняет. Насчет напитывает сказать не могу. Здесь заявлено, что она с гиалуронкой. Возможно, действительно это так, потому что эффект после ее нанесения я вижу. 15-20 минут держим гель на коже, затем смываем. Достаточно легкая маска. Она не утяжеляет вашу кожу. Пленки никакой на ней не создает. Легко достаточно смывается, так как это гель. И со своей функцией увлажнения справляется на 5+. У меня комбинированная кожа. Маска подойдет и для жирной, и для комбинированной, и тем более для сухой кожи. Но для сухой, конечно же, питания здесь будет маловато. Для прям пересушенной. А так, девчонки, очень советую присмотреться. Достойный продукт. Маски Витамания. Бывают они у нас по 19 рублей и обладают потрясающими ароматами. Заявлено, что здесь есть витаминный комплекс. Люблю манго и папайя за божественный аромат. Совершенно не химозный. Артикул 2372. Здесь 10 миллилитров. Мне такого, Саше, хватает на два раза. Что могу сказать? Маска справляется с функцией увлажнения. Легкого увлажнения и все. Больше ничего. Чудес на вашем лице она не сделает. Тон не выровняет, не подтянет тем более кожу лица. Это просто, знаете, такое баловство. Хочется вот сделать масочку. Сделали, пожалуйста, все. Кожа слегка увлажнилась и хватит. Так что решайте сами, надо оно вам или нет. Очищающие полоски для области носа, лба и подбородка. Уже рассказывала вам о них и не устаю хвалить. Они классные, реально классные. Артикул 0886. Не забываем перед использованием таких вот средств распарить свою кожу. Потому что если вы умылись, наклеили эту полоску, отодрали, у вас там ничего нет. Ой, полоска плохая, поры она мои не чистит. Ничего подобного. Нужно все делать грамотно. Как следует очищаем свое лицо скрабами, пилингами и так далее. Что там у вас есть в арсенале. Затем распариваем. Как это сделать? Можно над паром. Бывают специальные распариватели для лица. Либо берете ватный диск, смачиваете его горячей водой, прикладываете на область носа. Он остывает. Можно еще горячей водичкой полить. Опять прикладываем. Поры распарились. Убрали влагу. Наклеили полосочку. Подождали, пока она засохнет. Резким движением оторвали. И все у вас будет замечательно. Чистят поры эти полоски. Просто супер. Я их люблю. Скраб отшелушивающий из линейки от Axiology. Артикул его 0269. Это у нас серия кислородное дыхание. И мне маловато этого скраба. Я могу его порекомендовать тем, у кого чувствительная кожа, у кого сухая кожа. Могу. Мне маловато ни о чем. Он не отшелушивает и не полирует. И ничего не делает на моем лице. Я люблю более жесткие средства. Если вам нравится деликатный уход, деликатное скрабирование, то это песня про вас. Вот как он выглядит. Это прозрачный гель с голубыми такими вкраплениями. Они очень деликатные. То есть они... Есть, знаете, скрабы, которые прям полируют. Вот там такие частички, не знаю, более острые, что ли, как это объяснить. Здесь нет, совсем не то. Они, наверное, такие вот округлые. И когда вы скрабируете свое лицо, не возникает никакого дискомфорта. Поэтому могу рекомендовать для тех, кто вот любит именно такой мягкий скрабирующий эффект, то да. Гель для душа Портужор. Брала параллельно с духами, потому что в пробнике очень оценила, но духи мне не понравились по факту. А гели, парфюмированный Фаберлик, люблю очень и ценю их за то, что они классно пенятся. И обладают легким ненавязчивым ароматом соответствующего парфюма. Артикул этого геля 8125, это, в принципе, на осень и на зиму аромат подходящий, хотя цветочный. Гели, парфюмированный Фаберлик, все прозрачные, с небольшим оттеночком. Хватает их надолго, можно взять по акции по распродаже за 99 рублей. Достойный продукт. Жидкое мыло Витамания. Брала его тоже, по-моему, по распродаже по срокам годности. Артикул его 2368, это черная смородина и кто? И ежевика. Черную смородину в ароматах Витамании очень люблю. Тоже нехимозные ароматы, натуральные и потрясающие просто. Но, как само мыло, ну, я не знаю, оно плохо пенится по мне, расход у него большой. Ну, просто поставить мыть и ручки, как бы наслаждаться ароматом там на раковину, да, можно. Если есть акция, вполне. Если вы любите аромат черной смородины, я, например, жутко люблю. Пустой флакончик даже пахнет, зашатается. Ну, а что касается именно мыльных функций, то это, знаете, такое вот, ну, дешевенькое, жиденькое мыло. А аромат бомбезный. Мист для тела Витамания. Здесь у нас аромат манго и папайя, мой любимый, потрясающий, классный. Очень любила этими спреями, мистами пользоваться летом, когда было жарко. Сейчас зимой перехожу на более плотный уход для тела, питательный, поэтому мисты брать больше не буду. Заявлено, что здесь у нас витамины, я, как бы, проверить это никак не могу. Артикул его 23.74, на распродажах тоже рублей за 80-90 можно взять такой флакончик. Но, девчонки, аромат пропадает через 5 минут. Я выхожу из душа на мокрое тело, разбрызгиваю спрей, и через 5 минут от меня уже не пахнет. Поэтому вот такой кратковременный эффект, если вас устраивает, то к продукту можно присмотреться. Мицеллярная водичка от Вербены, вторая уже закончилась у меня, прошлая показывала в предыдущих видео. Она борется с семью возрастными изменениями, сомневаюсь. Но из всех мицеллярных водичек Фаберлик я люблю именно эту прям очень-очень сильно. Еще мне нравится из линейки Эксперт Фарма с красным крестиком, который у нас, она тоже не щиплет глазки. И вот это. Мицеллярочки другие, из Аксиологи, они щиплет глазки, поэтому вообще не люблю их и вам не советую. Артикул этой 0831, здесь 110 мл, она маленькая, но можно взять за очень смешную цену по распродаже, меньше 80 рублей, по-моему, даже. И это комфортное очищение, несмотря на ядреный запах лимона, лимонника точнее, кажется, что сейчас глаза будут драть, просто кошмар. А нет. Очень деликатно очищает кожу, причем очищает до скрипа. Никакого жжения, никакого дискомфорта, никакого пощипывания, никаких нареканий к ней нет. У меня в запасе еще целых две штуки, пользуюсь с огромным удовольствием. Разогревающая маска против выпадений волос из линейки Эксперт Фарма. Супер маска, сразу говорю, она мне понравилась с первого применения. Брала ее, по-моему, тоже по распродажам и обязательно включу в свой будущий заказ. Артикул ее 8349, она действительно разогревает. Наносите на мокрую кожу головы, я делаю как? Сначала... Максик, передай привет всем. Иди сюда, иди скорей. Максик, Максик, иди. Иди, Максик, иди скорей. Иди, иди, не бойся. Передай привет. Помаши лапкой. Скажи, привет, я Максик. Все время лезу в кадр. Иду. Иди, спи. Маска девчонки заявлена для тонких, слабых, редеющих волос. То есть она активирует, благодаря вот этому разогревающему эффекту, наши волосяные фолликулы сокращает выпадение волос. У меня они и так не сильно выпадают. И вообще, мне кажется, это внутренний процесс влияет на это. Поэтому, кто хочет пробудить свои волосяные фолликулы, очень советую. Она действительно классно разогревает. Наношу после помывки волос. Волосы вымыла. Нанесла на кожу головы. Помассировала как следует. Одела шапочку или не одела. Просто сижу в ванной. И ношу ее на коже головы до тех пор, пока не перестает сжечь. Обычно это 30-40 минут. Перестала сжечь. Все смываю. Бальзам масочка. Все. Огонь. Красота. Супер. Поэтому, если вы ищете подобное средство, я вам очень советую к нему присмотреться. Я буду повторять покупку однозначно. Гель очищающий для туалета. 5 в 1. Все уже наверняка с ним знакомы и знают о его потрясающем эффекте. Кто не знаком, рассказываю. Артикул 112.92. Наносите. Куда вам надо. Ну, в частности, допустим, на унитаз. Закрываете. Приходите через 5-10 минут. Смываете. Чистота, блеск, красота. Справляется с любыми видами загрязнений. Я чистила им швы между плитками в ванной без проблем. Как говорится. Поэтому, имейте в виду только то, что химозный запах здесь присутствует. Если будете что-то чистить руками, обязательно перчатки и маску. Или при открытом там окошке, балкончике и так далее. При открытой двери. Если обрабатываете унитаз, то ничего этого не нужно. Залили, смыли. Вообще красота. Спрей уплотнитель для лишенной густоты волос из линейки Салон Ке. Голубой он такой, девочки. Брала его еще, когда работал в Фаберлик Клуб. Именно там за баллы. Активный гиалурон линейка. Артикул его. Артикул его 8164. Отсвечивает. Что могу сказать? Ну, может быть он, конечно, и уплотняет чуть-чуть волосики. Может быть и создает объем за счет силикончиков и кондиционера какого-то в составе. Но он все равно пушит мои волосы. И я перелила его в другую баночку ребенку и пользоваться им не буду. Для ребенка оставила. Хотя, наверное, и выброшу даже. Потому что ей он волосы тоже пушит. Пушит. И прям пух. И все. И какой-то ужас. И статическое электричество. Поэтому, ну, не знаю. Я не буду повторять покупку однозначно. Уплотняю волосы и одновременно создавая на голове одуван. Нет. Мне такого не надо. Поэтому смотрите, девчонки. Кто не любит средства, которые пушат волосы, не берите. Кому это не грозит. У кого волос там тяжелый может быть и толстый. Ну, не знаю. Попробуй. Тогда вам вообще оно не надо. Потому что он уплотнитель. Короче, повторять покупку не буду. Два крема для рук. Майхани. Брала его как-то давно. Наконец-то его добила. Артикул 8553. Для кожи сухой рук. Не подойдет однозначно. Мне он и не питал, и даже не увлажнял. Не понравился продукт. У кого сухие руки такие же, как у меня, не советую. И второй. Это жидкая перчатка. Вот это у нас линейка классная. Видите, как я его интенсивно добивала. Понравился. Артикул 2096. Но беленький крем из этой линейки гораздо лучше. Вот в белой упаковочке. Он питательнее. Этот все-таки, ну, мне вот тоже недостаточно. Но у меня реально сухие руки. Я постоянно колупаюсь в воде. И частенько без перчаток. И по долгу службы своей тоже руки мою часто. И кутикула у меня очень быстро сохнет. И руки все сухие. Мне вот даже этого крема, девчонки, маловато. Я обычно, если уж достался мне крем негодный, добавляю с помощью шприца в него жидкие витаминчики А или Е. И он становится еще более питательным. И тогда он мне заходит. А так неплохой. У кого нормальная кожа рук, вот этот крем, конечно, классный. Бальзам для усталых ног из серии про ноги. Охлаждение, релаксация, ментол и арник. Артикул 2159. Вы знаете, когда я только его приобрела, а приобрела-то сгоряча прямо аж две штуки, нанесла и был легкий момент охлаждения секунды на две. Думаю, ой, здорово как. А потом как-то все прошло и все, и больше этого не повторялось. Я вот доиспользовала его. Не знаю, какой от него толк. Усталость он не снимает, он не охлаждает. Никакой релаксации, тем более, вы не получаете. Абсолютно бесполезный продукт. Не берите, не тратите свои деньги. Возьмите что-то более лучше стоящее. Потому что, ну, ничего, никак вообще. Еще линейка Аксиологи. Кислородный крем для лица. Кислородный баланс. Это ночной крем для лица. Я вам уже рассказывала про эту серию. 0273 его артикул. Дневной крем не зашел больше, потому что он матирующий. Я люблю матирующие средства, так как кожа комби. Ночной, питательный. Хороший, достойный крем, который не будет справляться с возрастными изменениями. Но будет перед сном напитывать вашу кожу, разглаживать ее. Вот обычный крем. Ничего сверхъестественного про него не могу сказать. Но ничего плохого тоже. Дезодорант антипреспирант 48 часов. Это у меня морская свежесть. Беру его уже раз пятый и еще две штуки стоят в запасе. Нравится. Мне и на лето хватало защиты этого дезодоранта. А уж на зиму и на осень тем более. Здесь нет спирта. Он действительно не оставляет пятен на одежде. Нужно просто дать ему минуточку подсохнуть. Потому что это формат шариковых дезодорантов. Вы наносите, немножечко подсушились, скажем так, и пошли одеваться. 48 часов защиты нет, 24 – да. Беру довольно, потому что цена бюджетная по 69 рублей. Можно взять на распродажу в каталоге. Пройдемся по декоративке. Но точнее, первым у нас будет бальзам. А летний я так и не воспользовалась, потому что он мне сразу растаял. Показывала я вам или нет вот эту вот субстанцию. Он стоял на полочке и превратился вот в такое вот желе. Я выкидываю 435 в артикул. У меня много бальзамов от Фаберлик. Ни один из них себя так не вел. А этот летний прям вот взял и растаял. Нашумевшая линейка Спорт энд Плейдж. Маркер. Маркер для губ, который буквально после двух раз высох. И вообще он мне не понравился, потому что цвета неудачные. Вроде как он и оставляет цвет на губах. Вроде как и долго держится. Это сухой, вообще сухой. Он оранжевый у меня был когда-то. Вот. Даже как бы вот на руку нанесла, уже не сотрешь это бледно-оранжевое пятно. Но он сразу высох практически. Через несколько дней уже нечем было красить. Продукт бесполезный. Его и в каталогах сейчас, по-моему, нет. Следующим летом появится. Не берите, я вас прошу. Потому что, во-первых, цвета. Там три цвета некрасивых представлены. Совершенно. Даже вот сделали хотя бы классический, красный. И то было бы интереснее. У нас на каждых губках он раскрывался бы по-разному. Но это прям оранжевый фломастер. Вот оранжевый. Не коралловый, да, как помадки. Я вот люблю коралловый. А оранжевый. Поэтому фигня полнейшая. Я слышала у девчонок многих он тоже высыхал практически сразу. Ерундень. Выкидываю. Две туши сразу вам покажу. Первая это Volume Express. Я ее купила. Купила и не хочу пользоваться. Она у меня уже лежит месяца два. Выброшу тоже. Хотя, в принципе, кисточка здесь нормальная. Но когда берешь более люксовый продукт, но не хочется уже таким пользоваться. Она маленькая для моих ресниц, для моих глаз. Мне приходится очень долго сидеть прокрашивать. Хотя, замечательно удлиняет, разделяет. Не создает эффект паучьих лапок. Не склеивает. Нормально. Позволяет себя наслаивать. То есть, если вы ищете бюджетный вариант туши и, как я, любите силиконовые, именно кисточки, то можно присмотреться. На распродажах она бывает по 100 с небольшим рублей. Это тушь. Видите, там уже на кисточке комочки. Она у меня лежит давно. Артикул 5, 5, 5, 6. Из бюджетных тушей Фаберлик это нормальная. И месяц-полтора она не сохнет. У меня, по крайней мере. Ну, там нужно смотреть тоже срок годности и так далее. Вот вторая тушь. Любовь моя любовная. Это у нас Верри Берри. Черная. Артикул 56, 13. Не могла я с ней долго очень распрощаться. Разбавляла ее то визинчиком, то мицелляркой. Прям вот хотелось пользоваться и пользоваться без конца и ни на что другое не менять. Изогнутая щеточка, да, видите. Идеально прокрашивает реснички, идеальных подкручивает. Это тоже силикон. Разделяет, позволяет наслаивать. Они у вас сами реснички получаются потом такие силиконовые. Сутки с ваших глаз никуда она не девается. Не осыпается. Не создает комочков, паучьих лапок и так далее. Вообще можно создать ей эффект накладных ресниц легко на третьем слое. Люблю, обожаю, но уже хватит. Три месяца, девчонки, я ей пользуюсь. Уже пора отправить ее на заслуженный отдых. Если вы еще не нашли свою тушь Фаберлик, я вам советую очень присмотреться к Верри Берри. Она тоже относится к бюджетному сегменту. Она дешевле 300 рублей и она великолепна. Она стоит вашего внимания однозначно. Вот и все пустые баночки. Если обзор вам понравился и был полезен, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я всех люблю и целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok